Активистам движения «За чистой Севастополь» холодная и дождливая погода не страшна. Больше их всего пугает мусор, который можно найти даже в культурных местах города. Исторический бульвар – излюбленное место для прогулок. Сейчас красивые пейзажи парка портят кущи бытового и строительного мусора. На площадке бульвара за зданием старого буллинга – целая свалка. Активисты убирают её девятый раз по счёту, но меньше она не становится. Вы знаете, здесь мнения разнятся. Кто-то говорит о том, что чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. На самом деле, я считаю, что чисто там, где убирают. Потому что изначально проблема в том, что у нас беда с вывозом мусора. У нас недостаточно контейнеров, недостаточно пугов. Ситуация с мусором, конечно, за последние два с половиной года очень ухудшилась из-за отсутствия контроля в первую очередь. Нет чёткой системы наказания. На сегодняшний день мы видим здесь большое количество мусора. Это мусор не тот, который бросили люди. Это мусор, который предприятие, которое здесь расположено недалеко, просто своевременно не вывезло. Поэтому однозначно при жёстком административном контроле и при этом при наличии внутренней культуры у горожан, город наш станет чистым и, надеюсь, это произойдёт в достаточной степени скоро. Проблемы экологии Севастополя волнуют многих жителей. За четыре года в проекта «Севсвалки.нет» приняли участие уже более четырёх тысяч человек. Как отмечают организаторы, для них самое главное достижение – активное участие и заинтересованность детей. Особенно приятно детей, которых я видел шестилетних на первом субботнике. Я их вижу сейчас десятилетних. И я вижу, как эти подростки, дети, как те люди, будущие полноценные граждане Севастополя растут. И я прекрасно понимаю, что они никогда не станут ни при каких обстоятельствах такими людьми, которые оставляют мусор, который мы убираем. То есть это уже растёт некое новое поколение севастопольцев. И оно растёт таким, что нашему поколению в чём-то придётся у них поучиться. Так, например, ученики школы номер 22 посещают субботники в течение года. Я считаю, что если мы будем такими маленькими, небольшими компаниями собираться и призывать людей делать наш город чище, мне кажется, с каждым разом люди будут слышать и прислушиваться, и ценить как-то. И действительно станет намного чище. Очень важно, потому что мы свой родной город очищаем, чтобы он был чистый. И он стоит чище. Да, мы убираем, получается, мы акцию классами ходим. И получается, люди тоже смотрят и подключаются, и тоже хотят сделать город чище. Выбраться рано утром в выходной день на уборку территории не каждому под силу, отмечают участники. Но это отличная возможность провести время с пользой, как для города, так и для себя лично. Эти субботники – это такое, знаете, сделать действительно наш город чище. Ну и, с другой стороны, завести какие-то новые знакомства и отдохнуть на свежем воздухе. В общем, приятно провести время тоже. В завершении юбилейного субботника организаторы поздравили участников, наградив их почётными грамотами и сувенирами. В дальнейших планах организации – выпуск второй части «Белой книги», посвящённой городским свалкам. Алена Савельева, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.